АПЛОДИСМЕНТЫ Выживу вообще? Ай-яй-яй, будь проклят тот день, когда я сел в позу лотоса. Ты кто такой будешь? Я Митхурик. А, а ты чего здесь, Митхурик? У меня этнографическая экспедиция. А, ясно. Шамбалу ищешь. Не-не-не, у меня, знаете, я собираю народный фольклор, там, народные мудрости, песни, танцы. 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 Дорогой, тебе исключительно повезло. Запомни, танцы без песни, все равно, что брачная ночь без невесты. Станцуем. Не-не-не, вы знаете, я совершенно не в такой физической форме. Вот по этому поводу наш первый танец. Это история про танцующего Кришну. Вокруг него собиралось много людей, чтобы посмотреть его божественный танец. И чтобы его танец смогли увидеть все люди на земле, он решил станцевать на солнце. Это был последний танец Кришну, потому что он обжег себе ноги. Как гласит легенда, именно после этого йоги стали учиться ходить по углам. Что случилось, Митхурик? Почему ты плачешь? Кришну. Жалко. А это кто? А-а-а. Это дочка местного торговца, спортсменка, сыроэтка и, как следствие, просто красавица. Здравствуйте. Я Митхурик. А вы местная? Пятнадцать. Тридцать. Я очень уважаю вас. Очень. Но даже самая паршивая корова в Индии стоит дороже вашей уважаемой мною племянницы. Пятнадцать. Тридцать. А. Слушай, Раджа, ты, в конце концов, не козу получаешь, а жену. И причем какую? Спортсменка, буддистка, сыроэтка, вследствие чего красавица. И за все за это я прошу тебя каких-то тридцать коров. К тому же у нас проблема. Она не захочет выходить за тебя замуж. Так что ее придется украсть. Что? Хорошо. Делай, поступай, как знаешь. Но только имей в виду, я не должен принимать в этом никакого участия. Понятно? Смотрите и учитесь. Это вам не изгинка. Это кучепуди. Индийский танец. Показываю все сначала. Берете опорок. Тушите облок. А потом смотрите на пальцы. Жить, как говорится, хорошо. А много раз жить еще лучше. Я так понимаю, что вы собираете фарклёрт, ну, так сказать, танцы, традиции, обычаи. Вам удивительно повезло. Завтра утром вы можете принять участие в древнем красивом гималайском обычае. Похищении ауры невесты. Вместе с ее телом. А это законно? Конечно. Главное, ссунуть ее в мешок и отдать штырем жениха. А вот, кстати, они совсем не говорят по-русски. Прошу. Бамбарби. Киркуток. Это высокогорный санкрит. Я никогда такого не знаю. А что он сказал? Он сказал, что если вы откажетесь, они вас нарежут. Шутка. 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 А кто невеста? Моя племянница. Они просто обожают друг друга. И она просила, чтобы это сделали именно вы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, чекота. Прекратите меня щекотать. Где-то на белом свете, там, где вода становится легкой, как пух, и падает с небес, Три священных медведя цвета сахарного тростника Крутят колесо сансары, позволяя нам возрождаться вновь и вновь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Тари Кришна, ла-ла-ла. А может, это... Помедитируем? Давай. А из тела ты тоже будешь стоя выходить? Нет, да, да. Ага. Тогда выходим из тела на счет три. На счет три. Да. На счет три. Раз. Раз. Два. Два. Три. Угли, поменяй. Что? Угли, я говорю, поменяй. Угли. Честное слово, ничего не сделал. Только вошел. Зоя Раджа! Ты обманул меня. Ага. Она теперь моя. Я ее украл. Стой! Ходи сюда. Дай руку. Что это у тебя? Это родимое пятно. Стой! Видишь, у меня такое же. И у меня такое же. И у меня. И у меня. И у меня. И у меня. А-а-а. Так это, получается, мы братья и сестры. А, не-не-не, это я просто испачкался. Значит, мы не сможем пожениться? Зато мы сможем потанцевать. И теперь мы одна большая семья? Как хорошо, как хорошо, когда у тебя большая семья. Особенно, если твой родственник глава района. Мы будем петь, ездить с мигалками и парковать свои рикши на газонах. Хорошо, что до свадьбы не дошло. Вот стыдоба была бы. Мы потеряли любовь, но обрели семью. А это гораздо практичнее. Ом Шанти, Ом Шанти, Ом Шанти, Ом Шанти, Ом. Ом Шанти, Ом Шанти, Ом Шанти, Ом Шанти.